здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта сейчас я вам покажу замечательное видео почему я боюсь летать в горах на самолете не боюсь на планере вот посмотрите наш аэродром да я туда должен приземлиться но я сейчас приземляться не буду я соответственно беру и улетаю от нашего аэродрома подальше потому что хочу порадовать новым интересным видео и заодно рассказать о том почему мы не боимся летать в горах ну вот например мы сегодня были вы вот там далеко 100 километров на границе италии и франции в том месте у меня была высота 3200 метров из этой высоты я спокойненько долетел до дома без единой спирали я даже ролик заберу на этот счет вот с этой красоты мы просто берем и долетаем вот так до дома не крутя ничего сто семь километров высоты там почти 4 километра сюда прилетели это очень удобно и самое главное что на он когда мы находимся в тех страшных горах а если вы в страшных горах вдруг чё там бак 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 нет у нас мотора раз у нас нет мотора значит у нас нечему ломаться а полет мы свой рассчитываем по конусам повторяю что мы всегда имеем в долете какой-нибудь аэродром поэтому планер безопаснее самолета а вот учиться на нем намного сложнее чем на самолете даже вот с такими грязными крыльями видите как ее мошки залепили крылья качественно сейчас уроненная камера вон там тоже качество меньше так у меня телевизор качестве 50 но немножечко меньше так вот мне от границы с италией хватило высоты просто взять по прямой долететь до нашего аэродрома именно поэтому эта причина по которой мы не боимся летать далеко в горы потому что у нас нет двигателя у нас нечем отказывать на планер мы летим сейчас нечему ломаться я знаю что в данный момент времени если я сохраняю определенную высоту на определенном удалении от аэродрома я до аэродрома всегда долечу какая-то должна быть высота рассчитывается конус исходя из скорости на который мы пойдем и качество планера качество нашего планера сейчас далеко не 50 вы видите наверное какие у него грязные крылья прям полный позор на самом деле но мы с этим сделать ничего не можем у нас кстати есть мухосборники такие специальные детали которые могут ездить по крыльям и чистить эти крылья от мух и качество планера может падать там не знаю вместо 50 будет 40 из-за мух на соревнованиях естественно крылья чистят ну сейчас мы не на соревнованиях чистить их не будем вот представьте что мы на данный момент времени не планера самолет и у нас отказал мотор высота наша в данный момент времени такая что до аэродрома вот на самолете не долетаем с учетом того что у самолета качество 10 и вы не как он до аэродрома делать не дотянет а у нашего кланила качество 50 поэтому никаких особых проблем дотянуть до аэродрома нет видите даже вот я имитирую то что я тут еще думаю я и что же делать как же быть мы остались без мотора катастрофа куда приземляться ай-яй-яй-яй какие поля для этого можно было выбрать все растет всякие посевы растут может был какой-нибудь самолетик туда приткнуть кстати ветер дует по низам северный по озеру это хорошо видно вот крыло сейчас показывает там есть длинное поле на который можно планер приземлить поля все пристрелены мы знаем что если не долетаем до аэродром по какой-то причине вот-вот поле неплохое есть поля с лавандой туда лучше не садится это лаванда достаточно высокие кустики такие и так далее то есть нам все это все все поля учат выбирать есть уклоны есть какие-то правила там речка течет если так уклон смотрит на речку сейчас кажется вот эти поля ровные на самом деле на них невозможно приземлиться потому что довольно ощутимый уклон от горы надо садиться в гору кстати вот под горой шабр вот там есть вот она поляночка там есть площадка единственная в том районе там именно заход в гору и мой друг как-то приземлялся у него взорвалось шасси посадка на площадку вообще важнейший элемент обучения планериста потому что иногда погода раз кончилась и надо приземляться мы летаем по конусам то есть у нас всегда да есть долет до поляны какой-нибудь или до аэродрома и сейчас у нас долет до аэродрома есть у самолета такого долета с этой точки нет ну и вот посмотреть как планер будет долетать до аэродрома вот через это ущелье при этом у нас ветер я показываю ветер встречный 22 км в час то есть мы еще и против ветра будем двигаться погнали я перекинул триммер на фиксирование разгоняюсь со скоростью 250 километров час вы можете понять что это даже избыточная скорость в данный момент времени только нам не надо мы мчимся вдоль ущелья впереди наш скребет мы его перепрыгивать не будем я правее возьму сейчас я выбираю вот этот ракурс надо было бы идти на самом деле по центру долины но я иду так чтобы вам показать всю красоту нашего городочка сверху по моего ребенка здесь находится такое здание учат под склоном и на и красивая я люблю его туда водить на выходе из ущелья наш аэродром при этом скорость у меня чуть избыточная если бы я хотел как планер правильнее было бы лететь помедленнее но я же как это хочу вам красоту показать это такой тренировочный заход на будущее более низкие проходы здесь провода натянуты я знаю там заходит на посадку планер на место мы его будем пропускать но мы так видите при ущелье проходим прекрасно и я буду уходить не на посадку а буду уходить на склон для того чтобы пропустить планер который зашел раньше нас подошел он строится в круг можете его наблюдать вот как хорошо имеет радиостанцию на борту и это общее правило у нас работы на аэродроме мы всегда слушаем рацию на заходе до посадку и понимаем что если кто-то доложился собирается приземляться если он ниже то мы его пропускаем ну и опять же он первый доложился высоты у меня достаточно как вы видите я прилетел на аэродром еще высота осталась я сейчас стою около горки в нули здесь вот есть небольшой динамик ветер встречный 28 км в час и буду выжидать опять же достоинства планера будь я самолетом все без двигателя ну как бы я приселся ну как на плагере я могу еще повисеть подумать о чеке всего сущего пропустить немецкий планер который идет на посадку полюбоваться нашим аэродромом например что может быть например заходит планер приземлился у него сложилось шасси было такое садился дедушка 88 лет от рано 84 мы тогда было сейчас 88 и у него сложилось шасси нечаянно лопнуло мы подбежали помогли ему это шасси этот планер поднять за это время там народ висел ждал пока мы сводим полосу у нас было время мы смогли это быстро сделать дедушка был счастлив пригласил нас вечером в ресторан до сих пор летает дедушка знаменит тем что отсюда с этого аэродрома летал в германию на планере и каждый раз там жена ему пекла блины к приезду и вот однажды он полетел что-то топливо заправил на была погода плохая еще чего-то то есть он летел на планере но у него был мотор чтоб если что дотянуть и вот он уже почти долетает думать ладно там так не долетает долечу на моторе завел мотор летел 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 и кончился у него бензин есть так как он летел смело не как планериста не по конусам а с избыточной смелостью посел он в лес представляешь вот решил полетать на планере с мотором и сел в лес и угробил планер но была страховка у него поэтому он получил страховку купил планер подешевле а приземлился он влез в 4 километрах буквально от собственного дома что все было хорошо я вот не вижу что приземлился доложится заложился что собирается зайти на посадку может быть какой-то гигантский коробочка вот он да ну вот немцы любят большую коробочку делать длинную хорошо что я повисел я вот люблю то по коротке и мы сейчас тобой по короткой зайдем одна из истории еще клаус когда летал на вид над вирестом он запускал двигатель на большой высоте но иногда чтоб масло прогреть этот очередной раз масло все-таки застыла в двигателе и показала 0 давление понял что все на моторе уже лететь невозможно а рапорт на которую он летал попора его отсекло облачностью и все ему без мотора туда соваться страшно потому что можно было бы там и остаться в этих облаках поэтому с высоты виреста он решил что вполне дотянет до катманду до которого было там кем-то 200 и он спокойненько там до катманду до долетел доложился диспетчер этот международный порт диспетчер говорит у меня там напрямую там два борта два боинга один airbus как вы вообще можете после них это конечно могу об это а еще можете чуть попозже на быть то конечно могу а у а как а сколько топлива он готов меня нет топлива я планер я летаю на мотором без мотора летаю очень диспетчер дико удивился а клаус просто нашел склон вот типа как мы сейчас да вот такой же рядом с аэродромом катманду и там спокойненько отвиселся подождал пока сядут 5 международных бортов мотор да и потом зашел без мотора диспетчер конечно пришел ему вечером руку жать и говорить что конечно он все понимает но такого понять не может такой крутизны так но мы собственно все заходим на посадку сейчас выкинем шасси и пойдем с нашим любимым заходе там все хочешь по речке еще прогуляемся на высокой скорости вот это я что хотел сделать сейчас нажимаю на кнопку только я доложу что я иду на посадку нажал смотри мы такой замечательный планер так можно по речке по речке гулять считать камушки над елочками вот вам кажется все гордык себе волков сейчас придется садиться а вот свои чудеса будет и у нас еще кучу высоты сейчас спокойненько ходим круг тут видишь в отличие от самолета широта маневра шикарная потому что мы убрав интерцептор у нас гигантское качество модереть и вообще буду хотим здесь единственная свиньи добавит очень активно все выскочили на полосу и я проверяю если тормоза тормозов не такие как хотелось бы по ветру очень сильная высокая тут был ветер 28 км в час что я сейчас аккуратненько буду забрасывать скорость и все нормально сбросил а если бы не сбросил я бы так вот подъезжал бы только объезжал бы свой прицеп и уезжал бы в кушерях оставшиеся без тормозов вот так вот смотри что нужно раз подъехать к собственному домику патрулить оп красота ой так только делать нужно когда умеешь если тормозить то носом планера в собственный прицеп потому что это самый дешевый выход что тормозить крылом это будет очень дорого а носом так главное в свой да терпимо ну вот так глубоко уважаемые любители летных видов спорта мы летаем весело красиво в принципе видите поясняющий ролик который показывает что и как и почему кстати вот следующий планер заходит на посадку кстати не клаус ли это плохо видно сколько колес 2 у тебя слепой инструктор если что сколько колес торчит не видно друзья если вам видно посчитайте сколько колес если 4 то клаус если 2 то это клаус пишите что снять вам еще каких заходов и проходов как показать доказать что на планере в горах летать безопаснее чем на самолете то летчики многие пишут что да вы чего вы там города это только самоубийцы летают на планере в горах только самоубийцы на одномоторном самолете лезут в горы планер планер это то на чем надо исследовать горы как видите ничего страшного планера спокойненько издалека там было сколько километров 12 наверное долетает до аэродрома и ну при этом я шел на высокой скорости это было специально чтобы видео не затянутым получилось то есть это на этой скорости качество у меня там 25 может быть а так у меня качество 50 надо было просто сделать скорость там допустим 120-130 и я бы будучи значительно ниже бы долетел тоже будем тренироваться в следующий раз я прелечу пониже так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok